Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Этот выпуск будет разделен на 4 части, но не спеши делать выводы, послушав только первую из них. В первой мы поговорим о потенциальных целях падения биткоина и о том, что должно произойти, чтобы этого не случилось. Во второй я покажу тебе кое-что очень интересное на графиках. В третьей мы изучим настроение на рынке. И в четвертой обсудим хорошие новости для биткоина, которые потенциально могут привлечь достаточно крупные суммы на криптовалютный рынок. Если это звучит интересно для тебя, не забудь поддержать мою работу лайком, а также подпишись на канал, здесь мы говорим о криптовалюте каждый день. На днях я перевел видео Бенджамина Коэна, в котором он поделился своим видением криптовалютного рынка до конца этого года. Я бы хотел дополнить его своими размышлениями, постараюсь сделать это быстро и без лишних слов. Кстати, если ты не видел этот ролик, ссылку на него я оставлю в описании. Начнем с этой 50-недельной среднескользящей, о которой говорил Бен. Во время бычих растущих рынков она служит в качестве поддержки цены биткоина. Например, в 2017 году мы четко это видели. Даже проваливаясь ниже ее, цена биткоина в кратчайшие сроки возвращалась обратно. Но под конец растущего рынка, после множества тестов этой среднескользящей, потеряв 70% за 51 день, цена биткоина все же провалилась намного ниже этой скользящей. После чего мы наблюдали попытку биткоина вернуться выше, но она оказалась неудачной, что и привело к затяжному падению криптовалютного рынка. Точно такая же история повторилась и в 2019 году, как под копирку. В 2021 году биткоин перешел в состояние роста, и 50-недельная среднескользящая снова выступила в качестве идеальной поддержки для этого движения. Пока, наконец, в очередной раз тест скользящей на предмет поддержки оказался неудачным. После провала ниже биткоин попытался вернуться выше этой скользящей, но опять неудачно. На данный момент мы уже 52 дня находимся ниже этой среднескользящей, но с каждым днем приближаемся к ней все ближе для очередного теста. Этот сценарий очень сильно похож на 2017 год, как бы грустно это не было признавать. И сейчас очень важно то, сумеет ли цена биткоина закрепиться выше этой среднескользящей для продолжения роста. Ведь только в этом случае мы можем говорить о продолжении растущего тренда. Если же этого не случится и цена биткоина останется ниже этой среднескользящей, то нас ожидает территория медведей, причем, наверное, надолго. Подчеркиваю, если мы хотим дальнейшего роста биткоина, очень важно преодолеть эту среднюю 50-недельную скользящую и закрепиться выше нее. Вопрос, если мы не сможем это сделать, до каких отметок биткоин может упасть? В прошлый раз это было минус 70% от крайнего пика. Если сегодня биткоин упадет на 70% от крайнего пика, это будет около 20 тысяч долларов. Я хочу показать тебе отрывок из этого видео с канала Криптозомби. Он говорит о потенциальных целях падения биткоина. Биткоин любит ходить в этих трендовых каналах, и мы до сих пор находимся в одном из них. Самый важный из этих каналов сформировался еще в марте прошлого года. Посмотри, биткоин был в этом канале еще с того времени. Если биткоин вернется в этот канал, это будет цена около 24-25 тысяч долларов за монету. Трейдер с 20-летним опытом торговли на рынках Гарит Соловей буквально вчера дал интервью на канале подкаст Клипс, в котором объяснил, почему, по его мнению, биткоин продолжит падать. Если что, этот человек в этом году уже предсказывал пик биткоина и почти угадал. Сейчас он прогнозирует падение биткоина до 20 тысяч долларов. Это нижние отметки для биткоина в случае, если его цена не закрепится выше 50-недельной средней скользящей. Ну а теперь переходим ко второй части этого видео. Она более оптимистична. Здесь я уже немного подготовился до записи этого видео. Давай вернемся в 2011 год. Да-да, ты не ослышался. Почти в самое начало существования биткоина. И раскидаем сетку коррекции по фибоначчи от пика до низа этого цикла. Здесь есть кое-что очень интересное и самое главное закономерное и для других циклов в будущем. Нас интересует вот этот уровень по фибоначчи 1.618, либо же вот этот синий диапазон. Посмотри, что произошло. Биткоин рухнул после пика, затем медвежий рынок закончился и начался рост. Биткоин преодолел крайне исторический пик и ушел в параболическое движение, где оседлал еще один пик приблизительно в апреле 2013 года. Затем он обвалился на 80%, после чего рынок был в этом небольшом медвежьем рынке, который закончился взрывом цены биткоина и установлением нового исторического пика. При этом цена биткоина выросла на 341% от вот этого пика. Но самое интересное для нас это вот этот уровень 1.618 по фибоначчи, ведь коррекция биткоина идеально коснулась этого уровня, прежде чем отскочить. Давай посмотрим следующий цикл. Очень похожая картина была и здесь. Биткоин рухнул после пика, затем начался растущий рынок. Биткоин преодолел крайне исторический пик и затем начался параболический рост, который закончился масштабной коррекцией. И как ты думаешь, от каких отметок отскочило это падение? Конечно же от линии 1.618 по фибоначчи, точно так же как и в прошлом цикле. Давай посмотрим, что происходит сейчас. Биткоин рухнул после пика, затем был растущий рынок, преодоление крайнего исторического пика и параболическое движение до нового. После чего мы наблюдали огромную коррекцию, которая отскочила откуда? От того же уровня 1.618 по фибоначчи. Биткоин уже один раз от него отскочил вот здесь и сейчас топчется прямо на нем. И здесь снова очень важный момент. По аналогии с предыдущими ситуациями биткоин рос после этого. Поэтому для продолжения роста сейчас биткоин должен удержаться над этим уровнем 1.618 по фибоначчи. Итак, два условия для продолжения растущего тренда биткоина. Первый закрепится выше 50-недельный среднескользящий. И второй закрепится выше уровня 1.618 по фибоначчи. В противном случае, если эти уровни не удержатся, то биткоин ждет дальнейшее падение. И хотя множество индикаторов показывают на то, что биткоин сейчас крайне недооцененный актив, об этом я рассказывал в этом видео от 29 июня, ссылку на него оставлю в описании, настроение на рынке все равно подавлено. Лидеры мнений, самые влиятельные из них настроены пессимистично, либо же специально манипулируют нашими сознаниями, транслируя лишь один негатив. Теперь давай перейдем к третьей части этого видео, анализ настроения самых главных влиятельных фигур на рынке, которые являются лидерами мнений и которые вполне могут формировать общее настроение на биткоине. Известный трейдер, можно сказать легенда в крипто-сообществе Питер Брандт заявил, что худший сценарий для биткоина это падение до 21 тысячи долларов. Роберт Кийосаки ожидает падения до 24 тысяч долларов и при этом ожидает самый большой крах рынков в истории человечества. Слишком хайпово звучит, не так ли? Также известный биткоин-аналитик Вилли Ву тоже видит нисходящее движение для биткоина. По его мнению, биткоин должен упасть как минимум до 28 тысяч долларов для полнейшей капитуляции покупателей. JP Morgan дал прогноз снижения биткоина до 25 тысяч долларов. Кстати, заметь интересную вещь, такой прогноз они дали 24 июня, но уже 30 июня выступили с заявлением, что интерес институционалов к криптовалюте нулевой. Не знаю, совпадение ли это, что 24 июня они дали такой пессимистичный прогноз, а уже 30 начинают активно топить за то, что биткоин перестал быть интересным для их клиентов. Ни на что не намекаю, но не похоже ли это на манипулирование ценой биткоина со стороны JP Morgan? Генеральный директор ADVFN предсказывает падение биткоина до 7 тысяч долларов, представляешь? И, наконец, IT-директор Гугенхайса говорит, что настоящее дно биткоина находится на отметке в 15 тысяч долларов. Как мы видим, влиятельные и известные в криптомире фигуры транслируют одну и ту же идею в средства массовой информации. Биткоин ожидает огромное падение, биткоин перестал быть интересен, институционалы больше не хотят биткоин. Вот что они вкладывают в наши головы. И они добиваются своей цели, рынок находится в состоянии экстремального страха, причем уже очень-очень много дней подряд. Поэтому многие люди, читая эти заголовки и слушая эти интервью, уже чуть ли не подсознательно топят за падение и ожидают этих 7, 15 и 20 тысяч долларов за биткоин. Мне кажется, что как раз поэтому биткоин до этих отметок не упадет и повторит сценарий, описанный мною во второй части этого видео. Когда в этом огромном растущем тренде с 2011 по 2014 годы образовался вот этот мини-медвежий рынок. Кстати говоря, продолжался он полгода. Но это, конечно же, не финансовый совет. Я хочу, чтобы ты сам решал, за что ты. За падение или за рост. Я только даю свое мнение и информацию. Анализировать за себя должен только ты. А теперь я хочу перейти к нескольким хорошим новостям на рынке криптовалют, которые потенциально могут привлечь инвестиции в биткоин. В Германии принят новый закон, который потенциально откроет двери для 415 миллиардов долларов в криптовалюту. Он разрешает специальным фондам инвестировать до 20% своих портфелей в криптовалюты. 20% этих фондов как раз и равняются этой сумме в 415 миллиардов долларов. Очень хорошая новость из Германии для криптовалютного рынка. 650 американских банков смогут предложить своим клиентам покупку биткоина. Если что, новосозданный сервис открывает путь в биткоин для 24 миллионов пользователей из США. Создание этого сервиса комментирует Ян Чажоу. Короче, ты понял. Многие банки увидели, что перевод денег на криптобиржи, такие как Coinbase, это один из самых больших оттоков средств. И это одна из причин, по которой банки рады получить такую возможность для себя и клиентов. Короче говоря, банки в Америке тоже хотят кусок пирога. Майкл Новоградс говорит, что исход майнеров из Китая – это большое благо для криптовалютной индустрии. Мы уже не раз говорили, что преследование биткоин-майнинга Китаем на самом деле хорошо для этой криптовалюты в целом. Опять же, на долгосрочной перспективе. Во-первых, биткоин становится менее централизованным. Во-вторых, менее контролируемым Китаем. И в-третьих, более экологичным. На защищенность и безопасность сети биткоина китайские запреты никак не повлияли. Майк Новоградс подчеркнул, что несмотря на все попытки запрета биткоина, первая криптовалюта продолжает жить и процветать. По его мнению, последние недели с повышенной волатильностью крипторынка лишь показали устойчивость экосистемы криптовалют как единого целого. Также хорошие новости есть и для Кардана, которая есть в моем портфеле. Мы ожидаем запуск Гугуэна и смарт-контрактов в главной сети Кардана, что приведет к массивному росту ее экосистемы. Пока что Алонса уже работает в тестовой сети. И уже 30 миллиардов долларов залочены в Алонса. Это огромное количество денег. На этом сайте мы можем увидеть, насколько огромное количество денег. Здесь мы можем видеть, сколько монет той или иной криптовалюты залочено в стейкинге и на какую сумму. Кардана на данный момент обгоняет даже Эфириум. 74% всех токенов Ада уже залочены в стейкинге на сумму 30 миллиардов долларов. У Эфириума это всего лишь 11 миллиардов долларов, что почти в три раза меньше. Солана и Полкадот также находятся ниже, чем Кардана. Это показывает, насколько Кардана массивная. И запуск смарт-контрактов, и собственного свапа наверняка привлекут огромное внимание Кардана. Именно поэтому будущее Кардана кажется мне позитивным. Даже несмотря на то, что на краткосроке и среднесроке, ее цена, конечно же, может обвалиться вслед за биткоином. И, наконец, новости о крипторегулировании. Все больше стран говорят о регулировании криптовалют, особенно на фоне частых случаев мошенничества. Южная Африка на днях сообщила, что ускоряет регулирование криптовалют из-за мошенничества в этой сфере. Речь идет о двух случаях мошенничества на территории этой страны. Причем, один из них, наверное, самый масштабный в истории криптовалют. Основатели криптоинвест-компании Афри Крипт кинули клиентов на 3,6 миллиарда долларов в биткоинах. Также Mirror Trading International обманула инвесторов на 589 миллионов долларов. Такие события подстегивают ЮАР усилить свои усилия по регулированию криптоактивов. Наверняка остальные страны также будут это делать, а значит регулятивный шок для криптовалют все еще на повестке дня. И все мы знаем, к чему он может привести, но зато после него крипторынок очень хорошо очистится. Напоследок я хочу сказать, что в долгосрочной перспективе по отношению к биткоину я остаюсь все таким же оптимистичным. При выполнении двух обязательных условий, о которых мы говорили сегодня, биткоин может продолжить расти. Если же эти условия не будут выполнены, мы можем ожидать продолжения его падения. На этом все, меня зовут Богатейший Дин, надеюсь видео было для тебя интересным и полезным. И если это так, не забудь поставить лайк, а также обязательно посмотри это видео, которое я выложил два дня назад. В нем я рассказал, почему биткоин... Всем... ...настолько недооцененный актив прямо сейчас. Тоже очень-очень интересно. Ссылку на него оставлю в описании. На этом все, увидимся вечером, зарабатывай и богатей. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова